Кобея Но, тем не менее, вот даже за один сезон она успевает раскрыть все свои замечательные качества. Ценится данная лиана за красивые цветки и необыкновенные листья. Растет лиана достаточно быстро, листья у нее плотные, насыщенного цвета, цветки размером где-то в диаметре 8 см, и цветки, вы знаете, различные окраски от фиолетовый до пурпурный, но есть сорта кобеи, которые имеют белый вообще раскрас цветка. Кобея зацветает где-то с июля месяца, это при условии, что мы ее выращиваем через рассаду, непрямым посевом в грунт. Но, тем не менее, я как уже сказала, что она успевает за сезон раскрыть все свои качества, и зацветает она достаточно быстро, качественно и фактически цветет до самых холодов. Место для посадки лианы мы убираем светлое, без ветров, то есть защищенное, она светлолюбива и теплолюбива. Поэтому выбираем где-то около домов или около беседок, там, где не будут продуваться холодными ветрами. Почва должна быть плодородная, культурная, оккультуренная, рыхлая, очень богатой органикой, с нейтральной реакцией и с достаточно высоким количеством извести. Это единственное, наверное, условие. Опору для данной лианы мы можем выбрать нефундаментальную, легкую, сетчатую, то есть этого достаточно. В средней полосе мы, как я уже сказала, что кобеи выращиваем только через рассаду. Семена мы можем посеять с конца февраля до середины марта, но могу сказать, что семена у нее туго схожие, поэтому я бы вам советовала, конечно, сеять в конце февраля. И перед тем, как высаживать в горшочке, я бы советовала вам семена замочить где-то на сутки в любых стимуляторах роста. После того, как у вас сутки пролежали семена, мы их высеиваем в одиночные горшочки, так как кобеи развиваются достаточно быстро и плохо переносит пересадку. Поэтому выбираем отдельные емкости, высаживаем. Через 14-20 дней у нас появляются первые всходы. Во время вегетации маленьких растений мы подкормим несколько раз полным комплексом минеральных удобрений и делаем перевалки, так как я уже сказала, что растет она быстро, корневая система развивается быстро, поэтому несколько раз, если вы сажаете в феврале, вам придется ее пересаживать, переваливать, скажем так, в другие, большие по размеру горшочки. В грунт мы высаживаем кобеи, когда винует угроза возвратных заморозков, это ближе к июню месяца. И за время вегетации мы, конечно же, почву несколько раз удобряем полным комплексом минеральных удобрений. Поливать ее нужно достаточно аккуратно, она не переносит застоя воды, но тем не менее засуху она тоже переносит плохо. Поэтому смотрим, чтобы почва была всегда в влажном состоянии и желательно даже корневую систему замульчировать. Вот это будет тогда идеальное условие для роста лианы. Поверьте, и за это надо благодарить вас роскошными, чудесными цветами. Ну и это вот все, наверное, про такую удивительную лиану кобеи. Высаживайте ее на своих участках и радуйтесь ее цветениями. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok